Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кип-поп. В последнее время я заметил, что я как-то очень мало реагирую на новые группы и их новые песни, в особенности на женские, учитывая, что все-таки больше мне нравится женский кип-поп, к мужскому я тоже немножко прикипел, но не настолько к женскому, поэтому это неправильно, я должен исправляться, и вот сейчас я отреагирую на дебютный трек под названием Athletic Girl, атлетичная девушка, от группы High Key. High Key пишется H1K, я изначально, когда увидел, подумал, чё, но это корейцы, они очень любят вместо обычных названий как-нибудь выпендриться, чтобы, видимо, потом лучше искалось в гугле, вот, и читается High Key. Что-то, по-моему, это объясняется как вот с хорошим, блин, с чем-то связанным с позитивным, энергичным и т.д. и т.п., но вообще High Key это, скорее всего, в музыке означает высокую ноту, ну, я предполагаю, ну, неважно, в общем, в группе 4 человека, 4 девчонки, одна из них даже когда-то участвовала в пресс-памятном шоу Produce 48, заняла там 73-е место, вылетела в пятом эпизоде, бывает, не повезло, но, наконец-то, она ушла из той компании, в которой она тогда участвовала в продюсе, перешла в другую компанию, и, в общем-то, вся эта группа дебютировала под патронажем GLG, такой компания, это подразделение Grand Line Entertainment, по-моему, да, все верно. Вот, 5 января случился их дебют, по-моему, ролик вышел раньше, а может быть, я что-то и путаю, наверное, путаю, не сути важно, по крайней мере, я вот сейчас открыл ролик, а там написано 12, 31 декабря 2021 года, может, планировали, может, на CBS выпустили, такого в интернет попозже, кто его знает, всякое бывает. Вот, ладно, повторюсь, песня называется Letty Girl, надеемся, там будет все очень весело, бодро, дерзко и так далее, а я перед началом реакции попрошу только вас поставить мне лайк, этого будет достаточно. Господи, у меня компьютер решил тоже стать атлетичным, он просто шумит как не в себя, это какой-то кошмар на самом деле. Ну, что ты так шумишь-то? Ну, я же даже еще ничего не делаю. Я даже еще видео не запустил, а ты уже шумишь. Выходите, я почищу как-нибудь когда-нибудь. Ладно, перед началом реакции, надеюсь, вы этот шум не сильно услышите, а я его слышу, к сожалению, сильно. Ладно. Итак, перед началом реакции попрошу поставить лайк, этого будет достаточно, и поблагодарю людей, которые меня поддерживают на патреоне. В особенности Шуру, Тед Купер, Алексей и Алину. Вот, давайте. Господи, боже, правы. Три, два, один, поехали! Окей, как минимум одна девушка, очень атлетичная. У нее хорошая растяжка. Она поет, что эскорт ей не нужен, и она атлетичная. Притти фэйс, да, это правда. Неплохой фон. Что-то близится к разгону. Хороший перезон. Блин, мне нравится драматичность песни, на удивление, на самом деле. Я ожидал что-то более позитивного. Но не уверен, что мне нравится медленный тон в припеве, но... А, вот этот припев, то был рефрейн. Немножко хочется помордаться надавать оператору. Хватит вот так вот трясти. Просто успокойся, мужик. Да, здесь много минорных вещей, и это приятно. Да, девушки выглядят замечательно. И атлетично, это правда. Было бы странно, если они с такой песней выглядели по-другому. Кстати, три девушки... Блин, мне у этой девушки лицо такое знакомое. Я уверен, что я ее не видел, просто знакомое. По-моему, вот это тайка, если ничего не путаю. На фоне тоже заиграет приятный милот. Вот эти перезвоны, они очень грамотно используются. И очень приятные. А здесь, чувствуете, это какое-то драматичное прям. Даже какое-то немножко, не знаю, грустненькое. Они еще поют таким тихим голосом. Здесь повышают ставки. Опять же, здесь, в данном случае, в этой песне, вот эти вот элементы, которые девушки любят делать, вот так вот, они выглядят более уместные, чем во многих других хореографиях, когда девушки просто... Такое все разгромил. Песня понравилась. Слушайте, на самом деле, на удивление, это неплохо. То есть, я, честно говоря, ничего особого не ожидал. Я подумал, ну, будет нормальная, забавненькая песня, к тому же этапическая девушка. Это что и так будет? Веселая, бодренькая и так далее. Но местами бодрое, но большей части оно какое-то даже грустненькое. Я не понимаю, почему. Ну, музыка такая, потому что минорная. Тут есть хореографическое видео. Тут вариант suit version. Собственно говоря, я не мог мимо версии в костюмах пройти. Ну, потому что зачем. Вот, девушек зовут, да, кстати, тут написано Сиои, Рина. У нее, на самом деле, имя другое, но синический псевдоним Рина. Ел и Ситала. Ситала это как раз девушка из Таиланда. Я не перестану орать с того, как азиаты произносят слова, в которых слог не заканчивается на гласную. Если слог заканчивается на гласную, они такие, типа, что здесь не то, и начинают добавлять гласную. Поэтому вместо ацлетик у них получается ацлетик. Вот что-то такое странное. Ну, слышите, на фоне играет музыка, как будто это какое-то рождественская грустенькая песня, на самом деле. Тын-ты-тын-тын-тын, что-то такое. И оно нифига не веселое. Ну, преимущественно, благодаря вот этому, судя по всему, вибрафону, который тын-тын-тын-тын-тын, такие звенящие звонкие звуки. Щелчки пошли. Причем, слушайте, как синтезаторы нагнетают, нагнетают. Все, разгон пошел. Блин, очень клевые перезвоны. Даже ударные какие-то нестандартные. Вот, смотрите, здесь бы я, конечно, с одной стороны предпочел, чтобы был такой какой-то взрывной припев. Но, учитывая, что здесь припев не взрывной, и он начинается вроде как с такой... Это не антидрофник в коем случае, потому что темп песни здесь не менялся. Не было такого, у нас такое весело, а потом такие... У нас все очень медленное, скучное и тоскливое. Нет, здесь, да, темп не ускоряется, и музыка не заряжается энергией абсолютно. Но... Она драматичная, особенно вот эта... На фоне. Вокал добавляет. Девушки в костюмах выглядят шикарно. Всегда. Всегда. Вот. Тут настоящий припев. Тобл рефрейн, как он называется. Мне нравится контраст между вокалом в рефрейне, при хорусе, давайте, о нет, все-таки рефрейн, и припеве. Девушек очень выделяющаяся внешность. Ну, помимо того, что у них порядок с вокалом и с рэпом, и с хорео, очевидно. Девушки в костюмах выглядят шикарно. Девушки в костюмах выглядят шикарно. И очень мило, но песня от этого веселья не становится. Вот, здесь вообще хорошо. Вот этот момент музыкальный чисто, на фоне. У них вокал здесь похож местами на крик. Наши мих в костюмах выглядеть. Да, мне очень нравится эта манера пения. Слушайте, мне зашло. На самом деле, приятная песня, необычная даже местами. У меня... Блин, я пойду сейчас проверю текст, потому что я его читал перед началом песни. Я это часто делаю, не всегда, но часто читал. Ну, просто у меня такое ощущение, как будто текст, это даже в некотором смысле сатира, как будто это крик о помощи, по крайней мере, песня звучит именно так. Они такие с улыбками, но играет достаточно местами драматичная музыка. Вокал у них с шепота переходит на крик. Ну, то есть, это как-то чуть ли не сами не крипово. Я атлетичная девушка. Нет, мне не нужен эскорт. За хэштег внутри меня glow up. Не останавливайся и беги. Кроп-топ. Понятно, красивое лицо, а потом с него стекает пот. Мой силуэт моего тела увидел с одного взгляда. Тебе он нравится. У меня хорошая форма. Я уверен в себе. Не знаю, мне нравится. Я в зеркале. Я красивее, чем все остальные. Я, ну, видимо, я как работа work of art, piece of art, ну, как искусство, предмет искусства. Я его создаю. И не просто так. Никогда меня не подводи. Не будь слабым или слабой. Я врасту внутри. Я врасту, не знаю, как его. Тренирую свое сердце, скажем так. Сердечный мускул. Хэндикап и прочие вещи. Просто сделай, сделай, сделай. Теперь подвинься. Тренер. Измени себя. Стайлер. Слоган внутри меня. Слоган внутри меня. Гори, не останавливайся и беги. Я атлетическая девушка. Мне не нужен эскорт. Внутри меня слоган такой-то, такой-то хэштег. И припев. Этлетическая девушка. Ла-ла-ла. Этлетическая девушка. Мне ей нужен паспорт. Ты... Тебя привлек. Мой шарм. Сильный шарм. Change up. I want it. If I want you got it. I'm able to trust me. Change up. I want it. Мне это нужно. Поменяйся. Мне неинтересно, чтобы меня оценивали. Мне плевать на то, что на меня смотрят другие люди. Я пробуждаю себе лучшую себя. Работа и работа. Воркап. Воркап. Тренируйся, тренируйся. Беги, беги. Я вызываю себе... Не знаю. I challenge myself. Господи, как переводится-то. Я должу себя до предела. Будем так считать. Неправильный перевод. Ну, допустим. Завтра я буду еще лучше. Постречайся со мной сияющий. На-на-на-на-на. Я не вижу здесь ничего такого, что намекало бы на такую музыку и на такую манеру исполнения. То есть такое ощущение, как будто текст написали сначала. Как будто написали текст. Текст был такой. Я веселая девчонка. Я такая, я офигенная. Смотрите на меня. Я красивая. Я подкачанная. У меня плоский животик. У меня мускулы легкие. Слава богу, не сильно большие. Вообще офигенно. Меня все смотрят. Ты на меня смотришь. Меня все любят. Я себя люблю. Вот. А потом человек, который это делал, музыку переводил. Он только посмотрел. Говорит, слишком веселый текст. Мне такой не хочу. Давайте я напишу грустную музыку. Я напишу грустную музыку. Написал грустную музыку. Человек, который потом это все сводил вместе, говорит. По эту музыку эти слова не катят. Поэтому давайте мы еще кое-что добавим. И давайте вы рефрейн будете исполнять шепотом. А потом будете практически кричать. И тогда мы у зрителей и у слушателей взорвем бошки. Вот. Но меня почти взорвали. Напишите, как вы думаете. Это вот искренне я офигенная, я крутая. Или это, как я и сказал, какой-то не только крик о помощи, а какая-то немножко депрессивная слегка песня. По крайней мере, я такой вайп от нее уловил. Могу ошибаться, конечно. Вот. Но, тем не менее, меня дебютой группы впечатлил. Четыре девчонки. Реально очень талантливые. Прям по ним видно. Талантливые, красивые. В отличной спортивной форме, разумеется. Да, очевидно. С музыкой у них пока что тоже порядок. И с всем остальным тоже. Я не могу сказать, что это какой-то лучший дебют в истории. Но это реально очень хорошая, очень приятная песня. И необычная. Да. Все. Напишите, что вы думаете. Спасибо большое. Поставьте лайк, подпишитесь. Нажмите на колокольчик. И если вы меня захотите поддержать на Патреоне, мне будет очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень приятно. Вот. Как-то так. Я не такой атлетичный какие-то девушки. Но все равно, возможно, я заслуживаю чьей-то любви. Особенно своих слушателей и зрителей. Все. Всем спасибо. Всем пока. Благодарю моих уже спонсоров на Патреоне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok